Ну что, три дня, три счастливых дня было у меня, да? Мы прямо сейчас воочию можем понимать, насколько самсара, чувство «Я» отличается от жизни в сознании, когда мы на ретрите, когда мы с вами погружаемся в чистое присутствие. Да, ну вот тут ничего не попишешь. Этот мир так устроен, как вам нравится в этом мире быть в пробужденном сознании, да? Сон продолжается, но вы знаете, что это сон, вы теперь понимаете, что вас в этом сне нету, и при этом тенденции сильны. Тенденции сильны. Но вы знаете, на самом деле, по сути, пока есть этот мир, есть тенденции. И продолжается игра. Продолжается игра за пробуждение, поскольку та пробужденность, которая у вас есть, она по ходу игры должна нивелироваться тенденциями и омрачением. Это же игра сознания. И здесь идет игра между омрачением и просветлением сознания. Сложность же состоит в том, что этот сон есть ум. Мы пробуждаемся, как сознание, находясь в уме. Мы вообще-то полностью находимся в распоряжении ума. Мы, как сознание, осознаем себя же тоже частично через ум, с помощью ума. Мы направляем внимание через уговоры, через убеждения, через наставления на самоосознание. Там, где ума уже нету, смотрите, а все наше тело. Мы же все такие разные. У нас у каждого своя история жизни, которую никто не отменяет. У нас у каждого своя генетика. И у нас у каждого свои генетические события по генограмме. А мы говорили, что такое санскара. Это впечатление события. А в этом впечатлении событий кто? Там же чувство «я». А чувство «я» оно же какое? После того, как сознание забывает, кто оно, у него сразу появляется чувство отделенности, одиночества. Необходима любовь извне. Это вот главная материя люцида, за которую идет охота, чувство «я». Это вот признание, почему так важно. Признание, да? Люди могут тратить всю жизнь на то, чтобы получать вот это признание. Действительно, сворачивать горы, чего только не достигать. Делать очень какие-то большие проекты, достигать очень больших каких-то изменений в своей жизни. Но, понимаете, это все для того, чтобы вот получить вот этого внимания извне. Чувство значимости, как бы назвать, что еще такое самоутверждение идет. Это все очень сильно. На каждое ваше пробуждение в этой игре есть особая тонкость омрачения. А иначе как играть? Типа вы вышли и осознанно сновидите. А в чем игра тогда? А игра в том, что осознанно сновидеть — это определенное восприятие, которое получается, если ты безупречно играешь. А вот как? Видите, вот эта информация тоже. А кто говорит правду вообще? Как узнать, кто вообще говорит правду? Если с позиции того, что наблюдатель всегда прав и имеет место на реализацию себя, то, как говорят, красиво жить не запретишь, никто никому ничего не может запретить. Пожалуйста, если у тебя есть рот, язык, пожалуйста, открывай и говори. Никто тебе не может запретить. И вот это твое само мнение о том своем переживании, вот собственный опыт, да, вот этот вот. А откуда это знание у тебя? А как? Поэтому здесь, конечно, мой подход — я ориентируюсь только на учителей. Здесь, помимо своего опыта, все-таки это передача знаний от учителей, где есть некая такая традиция передачи знаний. Работа с телом — это работа прежде всего с клешей омрачения, влечения и отвращения, потому что наши блоки, они все связаны с чем? С тем, что мы что-то не принимаем или к чему-то сильно влечемся. Все. У ума больше нет проблем. У него только две проблемы — влечения и отвращения. Но эти проблемы, они связаны же с неведением. Они напрямую связаны с тем, что мы забываем, кто я. Вот это омрачение, оно же, как вот это омрачение, оно же идет по пяти направлениям. Сознание сначала забывает, кто я, потом отождествляется с чувством я. Сразу появляется третье, четвертое, пятое. Третий — это страх смерти, как только чувство я, и влечение и отвращение. Мы узнаем, кто я. Мы как бы вот эту штуку выдергиваем, как вот в матрице, да? Главное — заблуждение, выдергиваем. Но тут же много еще всяких разных присосок, и их тоже надо выдергивать. Продолжать выдергивать. Считается, что раз вы к этому пришли, что вы это выдернули, значит, как бы эти должны вроде как бы выдернуты быть, что ли. Но по факту-то получается, что это не так. Может быть, не у всех так. Может быть, вот у Романа Махарши было только так. Романа Махарши, значит, вот он такой, значит, и мы все такие. Да, но давайте просто почитаем историю, как у Романа Махарши было, и нам нечего с ним сравниваться. Вообще никак. Так, потому что он-то подростком пережил этот опыт и потом сразу же ушел из социума. Когда мальчик из Франции приехал, говорит, я тоже хочу уйти из дома и жить здесь вот с тобой. Он говорит, нет, я, говорит, ушел после этого. А ты хочешь для этого уйти? Нет, это неправильно. Для этого не нужно уходить. Понимаете? Он ушел после этого, потому что после этого он увидел иллюзорность его, и этот мир ему стал неинтересен. Он не видел в нем ничего. И он ушел туда, где его никто не будет беспокоить. Быть в отождествлении с собой, быть в этой правде, а это как раз во втором начале. Это гора намоленная, живое воплощение Шивы. Но даже сам Роман Махарши говорил, что Кайлас считается, что это же номер-вайн гора в мире, что это обитель бога Шивы. А Аруначала — это сам Шива. Мы с вами должны все-таки придерживаться вот этого понимания, что клеш омрачений пять, и нужно работать по всем пяти направлениям этих омрачений. А какие это направления? Это кто я? Первое важное знание — это самадхи, переживание самадхи. Второе направление — мы уже должны замечать чувство я, вот различать. Когда я как чувство я, и когда я как сознание, отождествленное с чувством я. Мы никогда не бываем отделены от чувства я, если мы с открытыми глазами и видим мир. Да, в медитации, в самадхи мир исчезает, чувство я исчезает. Остаюсь я — чистое сознание. И это необходимо прежде всего для чего? Для вот этого развеивания первой клеши. Невежество. Потому что я забываю, кто я. С помощью медитации чувство я исчезает, и я на этом фоне могу себя почувствовать истинного. То, что с вами сейчас происходит. А дальше, когда мы почувствовали себя истинного, дальше нам нужно ощущать себя истинного, этого истинного, уже с открытыми глазами, в сцепленности с чувством я. Но для этого теперь нам нужно совершенно ясно и отчетливо научиться замечать вот это чувство я, которым раньше мы себя считали как персонаж, как индивидуальность, как субъект. Теперь нам важно научиться замечать это, когда вот начинается реакция, и, допустим, я уже омрачаюсь как сознание и говорю, меня унизили, или я чувствую обиду. Вот это я. Нужно почувствовать, что вот это я, это я сознание плюс вот это чувство я. Но этим чувством я я не являюсь. Пока я не различаю себя в сцепке с чувством я, я всегда буду кем? Чувствуем я. С открытыми глазами я не бываю отдельным сознанием, как в самадхи. С открытыми глазами я всегда с чувством я. С открытыми глазами, когда я вижу мир, я всегда с чувством я. Я всегда как эго. Но только после пробуждения, теперь, когда я различаю чувство я как не себя, тогда чувство я становится объектом сна. Чувство я, тогда происходит такое разделение, и тогда я могу сказать, что чувство я, персонаж, мне снится. И я, сознание, этим чувством я не являюсь. Можно сказать вам, что когда чувство я, у него тенденции, ну как вода, лодные такие становятся, меняются? Да. Смотрите, когда мы живем из отождествления с чувством я, то мы как сознание говорим я, я, я. Я, но я, сознание, забыл о себе, и вот эта вот маска на меня одета, или как бы я вижу вот этого персонажа, хотя я являюсь сознанием, я говорю я как вот этот персонаж, считая, что я этот персонаж. Тогда это невидение оказывает влияние на то, как происходит игра в этом сне. Тогда я живу из страха одиночества, прежде всего, да, страха смерти и из тенденции влечения и отвращения. Если я пробуждаюсь, то я по-прежнему отождественен с чувством я, но я-то вспомнила, что я не являюсь этим персонажем. И я воспринимаю этот сон, не испытывая вот я, сознание. Раньше я так сужалась до вот этого тела, до вот этих страхов. Это происходило восприятие через призму страхов, страхов одиночества, смерти и влечения и отвращения. Но теперь, когда я вспомнил о себе, я расширяюсь и теперь я наблюдаю сон из радости бытия и знания бессмертности и понимания, что это все иллюзия и чувства я его нету. Конечно, да, это влияет на игру. Видите, на игру роли вот этого чувства я персонажа. Он же продолжает играть. И если раньше я, отождественная с персонажем, имела принципы определенные, согласно влечениям и отвращениям, и моментально осуждала ситуацию людей и так далее, то теперь, когда я пробужден, я понимаю, что все творит атман, что это сон, наблюдатель всегда прав. Послушайте, а мы же как вот человек, мне не нравится, что это она такая? То есть, а что, она должна быть такая, как ты? Тогда бы все были такие, как ты, и что было бы тогда? А мы, вот знаете, так безотчетно, когда мы отождественны, что, как я, так правильно. Когда вы находитесь в пробужденном сознании, у вас нет вот этого ограничения, как надо. Вы настолько явно видите, что наблюдатель всегда прав, и это имеет место быть. Сознание, оно же и задумало эту игру поиграть множественность в разнообразие. А тут мы из вот этого узкого сознания все должно быть так, как я считаю и как думаю. Если ты чувствуешь, что ты, вот эта радость бытия, и что у тебя это не заканчивается, то ты можешь делиться, если ты отождественна с этим, с радостью бытия. А если ты отождественна, отождественен с персонажем, то ты поделишься только, если говорят, что карма улучшается, какие-то возмездия, наказания, они нивелируют. Тогда я буду делиться. А так, что я буду делиться? Тут, знаете, но есть люди очень широкие душой, сердцем. Вот те, кто действительно делает добро, они не знают, что они делают добро. Они просто живут так, они не знают, что это такое. Они просто такие сами по себе. Кто делает добро, вот именно истинное добро, он без намерения это делать, он не знает, что он делает добро. А вот все вот эти вот хорошие поступки, ну это эго, да. Это эго, которое имеет влечение к выгоде какой-то. Значит, есть там какая-то выгода. И пойдемте делать добрые дела. Помните, как вот тоже эта сказка? Ну как, ему доброе дело, и тогда ты превратишься снова в человека. И он там причинял эти добрые дела, да. Он говорил, ну что, вот я уже сделал доброе дело. Там раз, бежал смотреться в озеро. Здесь пробужденность, она совершенно меняет этот сон. Совершенно меняет этот сон. Прежде всего, что происходит? Мы же еще с уровня пробужденного сознания выходим из вот этой клеши омрачения, влечения и отвращения. Именно этой клеши омрачения и отвращения мы что делаем все время с этим сном? То, что творит атман, мы это что делаем? Норовимся поправить, подкорректировать, исправить, не заметить. Когда сознание пробуждается, то мы начинаем видеть этот сон таким, как его творит атман. И мы начинаем его видеть глазами принятия, глазами вот такого сновидца, который видит божественность в каждом проявлении. Мы одновременно видим, что это все очень мимолетно. То, что здесь происходит, это все мимолетно. Тоже, знаете, это такой опыт, это такая тонкость присутствия сновидения, когда вот оно все мимолетно прилетает, а вы не цепляетесь ни к чему и просто наблюдаете. То есть это вот тело должно быть такое расслабленное, ну, чтобы там оно не напрягалось, не цеплялось. Ум тоже должен быть определенного, да, состояния. Мы к этому идем. К чему это все дальнейшее пробуждение приводит? Мы с вами, прежде всего, должны понимать теперь, что вот мы вышли на этот уровень. Пробуждение не зависит, теперь мы понимаем, от персонажа, от ума. Как вот мы раньше думали, что я поехал на ретрит или там я такая молодец. На самом деле это все снится, но пока мы отрислены с персонажем, мы думаем, что это мы. Здесь тоже такой фокус, и мы об этом говорили, что пока мы отрислены с персонажем, да, мы должны прилагать усилия. Потому что нам нужно ездить на ретриты, нам нужно, значит, чего-то добиваться. Но когда мы пробуждаемся, то на самом деле оказывается, что это все нам казалось, что мы прилагаем усилия. На самом деле это все так задумал Атман, и у нас просто выбора не было никакого другого. Мы эту жизнь по-другому не смогли бы прожить, если бы мы не поехали на ретрит, если бы мы... У нас не было другого сценария там, но нам казалось, что это мы выбрали. А на самом деле же персонаж является последним телом. Выбор был на уровне Атмана, и потом он просто спустился вниз на уровень действия тела, да. Здесь, конечно, сейчас вот такая игра идет, что с одной стороны все предопределено сейчас, но видите, а что значит, если вы принимаете, что предопределено? А значит, вы должны жить с уровня невмешательства, значит, вы должны жить вне тенденции и в лечении отвращений. Если вы говорите на уровне отрисления с персонажем, как уже вот я, да, что я персонаж, и вы говорите, что все предопределено, а нет, нет. В этом случае ничего не предопределено. Вы не имеете доступа к этому уровню. Вы живете на уровне усилий, на уровне ума, на уровне суженного сознания, и вы же считаете себя персонажем, а если вы считаете себя персонажем, вы должны прикладывать усилия. Как жить без усилий? Это же только понимает то сознание, которое разотождествлено. Но когда вы отождествлены с телом, нужно прилагать усилия. Даже для того, чтобы разотождествиться с телом, вы должны приложить усилия. То есть вы должны сеть в практику, вы должны что-то сделать, и это усилие, которое нужно приложить. Причем это не просто так, оно само собой разотождествилось. Это произойдет, но если вы как персонаж еще прилагаете усилия, тогда не вмешательство. Ну, это своеобразная техника неделания, но это тоже усилия определенные. А вот уже непосредственно жизнь, вот эта предопределенная, с уровня сознания, там вы действительно, когда вы отождествлены сознанием, вы не прилагаете никаких усилий. Потому что вы сновидец, вас в этом сне нету. Что происходит, то и происходит. У вас нету никаких предпочтений. Но это другая игра. Я по-прежнему отождествлено с чувством «я», но я просто его различаю, как чувство «я», как иллюзию, с которой я неотъемлемо связана, пока я присутствую здесь, в этом мире сна. Следующее, это уже да, ты стои там, будь этим. Здесь мама, там папа, дети, там жены, мужья, да, работа, бизнес, квартплата, ну и все такое. А как с этим чувством «я» быть? А вот оказывается, что нужно его различать и видеть, что оно иллюзорное, но оно никуда не девается. Оно есть, но после того, как вы пробуждаетесь, нет фиксации на нем, и тогда оно превращается тоже в объект сна. То есть это сиюминутное изменение, постоянное изменение. Точно так же, как и все, меняется это тело. Мы это знаем, но это тело теперь не я, и оно меняется. Но я с ним сцеплено, потому что я во сне. И с чувством «я» я сцеплено. Я все равно вижу этот мир, и я непрерывно нахожусь в уме. И не надо никакие мысли останавливать, ничего не надо останавливать. Просто нужно видеть их иллюзорную природу, что эта иллюзия – это сон, который я вижу, который я сновижу и отношусь к тому, что происходит только как ко сну. Различая, что это иллюзия, а я реальная. И я к реальному отношусь как к реальному, к иллюзии отношусь как к иллюзии. Субтитры подогнал «Симон»